Кто из животных пострадал, ловя рыбу из пруда? Волк! Замечательно, Полина! Отлично! Я ставлю тебе пять за твои знания, и ты можешь продолжать дальше маршрут. Пройти все станции и выполнить задания сказочных героев. Такая задача стояла перед ребятами из Большого двора, дома номер 27, дробь 6 по улице Степная. Кикимора, Кощей Бессмертный, Баба Яга и другие персонажи встречали участников квеста на станциях. Самый простой вопрос для самых маленьких – кто потерял туфельку? Потому что даже самая маленькая девочка, вы сами прекрасно знаете, смотрит мультфильмы про Золушку. То есть вот такого плана. Колобок, угадываемый персонаж наш, и русский народный приемелью, наши сказки, царевна лягушка. То есть про всех героев, которые здесь задействованы. На праздник двора, устроенный центром ровесник, собрались дети со всей округи. Здесь уже не первый раз проходят такие мероприятия в рамках конкурса социально значимых проектов концерна «Росэнергоатом». Поэтому ребята знают – будет весело. Мне понравилось, что здесь можно играть в даст, вот это моя любимая игра. И тут можно отдохнуть, просто дома только сидишь и играешь в телефон. А тут можно повеселиться с друзьями, ну и расслабиться после школы. Здесь можно участвовать, и здесь очень знакомые сказки новые. Тут не надо сидеть дома, можно выйти и порезвиться на воздухе. Организаторы праздника двора говорят – дети знают русские сказки и их героев. Но даже самые маленькие участники не боялись подходить к отрицательным персонажам и выполнять их задания, потому что в душе все народные герои добрые. Не всегда Кощей злой, в некоторых сказках он добрый. И мне кажется, я больше добрый, чем злой Кощей. Илья Илюшин, он же Кощей Бессмертный, еще недавно сам был участником городских мероприятий. А теперь дорос и до организатора. Вокруг него малышня так и вьется. И не мудрено, где еще встретишь такого доброго Кощея, который позволяет пострелять дротиками. Дети пытаются добыть мою смерть, кидая дротики во всех персонажей. И нужно попасть куда? Желательно попасть в яйцо, так как в яйце находится игла, а на конце иглы моя смерть. Такие мероприятия в этом большом дворе бывают довольно часто. А все потому, что живут здесь люди очень активные, которых не приходится уговаривать участвовать в маленьких праздниках. И вот на этот раз со сцены звучали стихи, песни в исполнении местных активистов. Когда было 25 лет нашему дому, то мы делали здесь праздник во дворе. И у нас, в общем-то, присутствовал тоже и Роман Сергеевич, и управляющий компанией. Дети выступали, и мы выступали. Мы много уже работы проводили и во дворе, и вообще в доме в самом. Так что стараемся. И впереди еще много планов. Благодаря такой активности жителей во дворе был создан ТОС, который выиграл в конкурсе Росэнергоатома новая территория общественного самоуправления. И теперь здесь рядом с игровой площадкой появилась спортивная. Хочу сказать огромное спасибо за вашу активность. Благодаря именно вашему целеустремленному духу нам удалось участвовать в таких конкурсах, как «Лучший двор», «Лучшее территориальное самоуправление». Не просто участвовать, но и побеждать, в результате чего у нас появилась спортивная площадка. В этот день без подарков не остался никто. Все участники, которые выполнили задания сказочных героев, получили сувениры. А самые активные жители двора, которые представили свои творческие номера, были отмечены специальными призами.